Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня хочу поговорить о новостях. Так XRP Ledger подвергся масштабной DDoS атаке. Платформа Magnetic, ведущая проект DEX на XRP Ledger, в посте на X раскрыла масштабы атаки. И согласно сообщению, XRP Ledger находился под угрозой с 26 декабря 2023 года. Сотни учетных записей ежедневно проводили миллионы транзакций в попытке перегрузить сеть. В частности, Magnetic отметили, что злоумышленники используют отправку со множеством кошельков незначительных сумм XRP на определенный кошелек, который был идентифицирован как мошеннический с сервисами обозревателя блокчейна XRP. Magnetic предположил, что непрерывные транзакции могут быть внутренним стресс-тестом компании Ripple или работы злоумышленников. Вне зависимости от мотива, все это негативно влияет на обычных пользователей сети, а также на проекты развития блокчейна. Узлоум начинает работать медленнее, оплата за сеть увеличивается в сотни, а то и в тысячи раз. Причем эти сборы иногда возрастают не только для спамеров, но и для обычных пользователей. Платформа Magnetic также испытывала трудности. Компания сообщила, что в результате нападения ее приложения оказались неспособны получать историю транзакций и подписываться на обновление сетевых транзакций. Это затруднительное положение возникло из-за перегрузки сетевых узлов, что привело к замедлению операции. Компания Magnetic отметила, что они предприняли усилия по смягчению воздействия. Они включают в себя оптимизацию кода, настройку конфигурации узлов и обеспечение дополнительных ресурсов. И до сих пор непонятно, кто такие атаки проводят и когда это закончится. Кроме того, команда выражает серьезную беспокойность по поводу способности XRP Ledger справляться с возросшей транзакционной нагрузкой. Они отмечают, что если в сети возникает проблема при скорости 60-70 транзакций в секунду, это ставит под сомнение широко разрекламированную пропускную способность 1500 транзакций в секунду. Особенно это касается публичных узлов и узлов с ограниченными возможностями. Спецколичество транзакций XRP Ledger последовало за появлением фейковых надписей, что сильно повлияло на вычислительную мощность сети. Старший инженер-программист Ripple X дал разъяснение по поводу недавних событий. И он утверждает, что ситуация была не преднамеренной атакой, а скорее простым всплеском активности из-за транзакций, ориентированных на надписи. Другие члены сообщества разделили это мнение. Например, пользователь X Ghostlighter подчеркнул, что наблюдаемый рост транзакций является следствием природы XRP Ledger с открытым исходным кодом. И он говорит, что это не нападение. XRP Ledger имеет открытый исходный код и может использоваться всеми. Если они хотят это делать, пусть делают. И они будут тратить свои деньги. XRP Ledger должен справиться с этим. Некоторым валидаторам необходимо обновить свою систему, чтобы она соответствовала требованиям будущего. До сих пор при среднем показателе 8-9 транзакций в секунду все было легко. В свою очередь платформа Magnetic очень оперативно решает любые сложности и дает своим пользователям зарабатывать крипталюты каждый час, майни токен МАК и другие монеты XRP Ledger. Кстати, за последние дни токен МАК хорошо подрос в цене 600 XRP до 800 XRP, более чем на 25%. То есть помимо того, что вы зарабатываете токен МАК в пуле, вы можете зарабатывать его еще и на росте. Потому что все идет циклично. Накопление, рост, потом снижение, затем снова накопление и затем снова рост. Тут необходимо применять главное правило крипторынка, покупай внизу, продавай наверху. И важно лишь терпение и дождаться нужного цикла на монете. Я хочу напомнить, чтобы получать повышенную награду на платформе Magnetic, желательно иметь токен МАК на балансе, плюс хороший буст дает NFT. Их два вида. Это обычный NFT, который увеличивает итоговую награду, и NFT, который повышает процент для автомайнинга. Выгоднее пул выполнять, конечно, автомайнингом, так как процент награды тут выше. И соответственно, чем выше ранг ваших NFT и чем больше у вас токенов МАК, тем выше итоговую награду вы будете получать майня пулы. Все ссылки на топ-1 платформу на XRP Ledger и Magnetic будут в описании к видео. Переходите, изучайте и присоединяйтесь к нам. Еще одна новость. XRP ATP появился на платформе Fidelity Investments. И это вызвало неоднозначную реакцию и споры в сообществе XRP. На цифровом аккаунте X подкаста Good Morning Crypto был опубликован скрешот XRP ATP, отображаемый на цифровой платформе Fidelity Investments. В аккаунте это рекламировалось как недавнее событие, намекая на то, что Fidelity могла предоставить XRP ATP. Однако, это не совсем точно. В комментарии говорится, что 2024 год может стать поворотом для XRP, поскольку инвестиционная компания Grayscale и управляющая активами Fidelity предлагают продукты XRP. И предполагаемый ATP от Fidelity вызвал волну восторга среди армии XRP. Но насколько это точное открытие? Немного углубившись в эту тему, можно понять, что Fidelity на самом деле не запускал ATP на XRP. Простой поиск на Fidelity показывает, что продукт, отображаемый на платформе, управляющий активами, представляет собой ATP XRP, запущенный AMON AG, швейцарским финансовым учреждением. И оно является тем же самым ATP 21 Shares XRP. Стоит отметить, что продукт на 100% обеспеченный XRP может похвастаться активным под управлением на сумму 51 миллиона долларов США. И несмотря на то, что продукт не зарегистрирован в США, поставщиком депозитарных услуг продукта является Coinbase Custody, выбор большинства привлеченных активами, желающих запустить биткоин ETF. Также еще я вам хотел показать интервью Криса Ларсона, руководителя компании Ripple. Его нашел пользователь мистер Хубер, и он считает, что Крис Ларсон намекает нам на цены XRP в районе 30 долларов. Давайте послушаем. Теперь у нас действительно есть реалистичный сценарий ценообразования XRP, в котором Крис Ларсон и его мыслительный процесс за последние пару лет, и он сравнивает XRP со швейцарскими франками несколько раз, более трех раз. И его окончательный сценарий, который становится достоянием общественности, заключается в том, что XRP может стать валютой, подобной швейцарскому франку. Так что же это значит? В обращении находится около 87,2 миллиарда долларов, учитывая соотношение капитала Швейцарии, которое составляет около 5%. Это приводит к максимальной ликвидности в швейцарских франках в размере 743 миллиардов или около 2 триллионов долларов при рыночной капитализации XRP. И предполагаемом обороте XRP в 60 миллиардов. Наиболее реалистичным сценарием была бы цена около 33 долларов. У нас снова есть цифра 33 против 33 у масонов. Ребята, на мой взгляд, двузначный XRP определенно возможен во время этого розыгрыша. Так что я не думаю, что 33 это так уж неправдоподобно. Давай также взглянем на это видео от Криса Ларсена. А как насчет будущего криптовалют? Каким ты видишь будущее этих цифровых активов и, возможно, роль биткоина, рипл или XRP в этом будущем? Да, так что, по нашему мнению, эти цифровые активы действительно станут дополнением к существующему семейству валют, не так ли? Так что каждой стране по-прежнему нужна своя собственная, ну ты понимаешь, фиатная валюта по разным причинам, в которые я не буду вдаваться. Это очень сложно, не так ли? И я действительно думаю, что большая четверка, ну ты знаешь, и иена, евро, доллар, р и би, на самом деле, я думаю, они становятся сильнее в этом мире, в который мы вступаем. Частично благодаря цифровым активам. Все в порядке. Эти цифровые активы на самом деле способствуют тому, что мир становится более совместимым, и все больше людей по всему миру могут получить доступ к большой четверке. И большая часть мировой торговли осуществляется в большой четверке. Так что я думаю, что у вас происходит раздвоение. Эта большая четверка становится все сильнее. Я думаю, что некоторые из более мелких валют, возможно, даже некоторые из очень мелких фиатных валют, становятся менее актуальными, возможно, даже исчезают. Страна может иметь свои собственные фиатные валюты, но при этом использовать одну из большой четверки. У тебя есть масса примеров. Например, Черногория, не так ли? Совершенно верно. Но я думаю, что цифровые активы, такие как КСРП, биткоин и эфириум, находятся где-то в среднем диапазоне. Я думаю, они становятся такими же, как сингапурский доллар или швейцарский франк, и они становятся полезными для того, чтобы, знаете ли, как бы смазывать мир. Чтобы, чтобы этой большой четверке было легче попасть в руки людей по всему миру. Вот это действительно полезно. Кроме того, это могут быть такие вещи, как приложения и устройства, которые, возможно, в первую очередь используют один из этих цифровых активов. Вот такая у нас точка зрения. Поэтому я думаю, что в этом мире странам должно меньше угрожать то, что происходит, и рассматривать их просто как дополнение, а не как угрозу. Угроза. Слишком много разговоров о том, что это угроза. Наша индустрия плохо справилась со своей работой. Слишком много бравады и ударов в грудь. Это просто глупо. И в заключении видео я хотел поговорить о NotCoin. NotCoin это новая мем монеты Telegram, которая была создана командой Telegram. А также игровое приложение Bot, в котором можно фармить токен просто кликая по кнопке. В описании монеты сказано, возможно, эта монета не будет стоить ничего, а возможно будет. И в этом вся ее прелесть. То есть вы сами решаете, фармить вам эту монету или нет. Но стоит отметить, что страница с токеном NotCoin появляется уже на топовых биржах. Это Bybit, Binance, а также на CoinMarketCap. Потенциал реально высокий. Разработчики внедрили пока только в покупку монет 1 NotCoin по 1,001 доллара США. В общем, есть перспектива роста в ближайшее время. И как только NotCoin полноценно выйдет на биржу и перестанет так легко фармиться с высокой вероятностью, цена подскочит. И дополнительные опоры для NotCoin сложат поддержкой Telegram с многомиллионными пользователями. Также разработчики подтверждают возможный листинг токену NotCoin сразу на нескольких биржах. Сейчас можно накликать их совершенно бесплатно. И у вас есть реальный шанс. Вы практически ничего не теряете, но приобретаете возможность неплохо заработать в будущем. Так как же бесплатно фармить NotCoin? Для этого нужен телефон, Telegram приложение и ваши пальцы, либо автокликер. И для того, чтобы начать, нужно зарегистрироваться в Telegram боте по ссылке, которая будет у меня в описании к видео. И в приложении боте нас встречает огромная кнопка, с помощью которой происходит майнинг, то есть добывание и зарабатывание NotCoin. И для начала вам желательно прокачивать ваш аккаунт. Сразу нужно начать кликать по кнопке NotCoin. Та самая кнопка NotCoin. И поначалу у вас будет по одной единице клик. Но это ничего страшного, докликайте, пока не закончится энергия. В процессе кликов может вылетать ракета. Нажимаем на нее и вам будет даваться увеличенные очки. Не пропускайте ее. Ракета многократно увеличивает количество ваших кликов, не затрачуя энергию. Далее нам нужно нажать на кнопку Boost, это внизу справа. В каком порядке лучше бустить? Сразу к делу по порядку с приоритетом с последующим описанием каждого. Первый это Recharge Speed, то есть как быстро будет пополняться ваша энергия. Второй это Energy Limit, то есть каждая прокачка дает вам плюс 500 энергии. Следующий это Multitap, то есть каждая прокачка дает плюс 1 монету к нажатию. И TabBot, на самом деле это важный буст. Стоит он 20 тысяч NotCoin. Но сможете вы его купить только тогда, когда будете на Серебряной Лиге. Туда попасть не сложно. Покликайте всего пару часов. Бот выполняет функцию автокликера. Когда у вас не будет приложения или когда вы спите, он будет кликать за вас. Но он конечно кликает меньше, чем это делаете вы вручную. И тут такой совет, лучше его сразу купить, как только у вас будет такая возможность. Также еще дополнительные способы заработка, это ежедневные бесплатные бусты. Не пропускайте их, начинайте кликать их и копить NotCoin. Также есть задания, в основном это подписаться на Telegram и Twitter аккаунты, которые дают тоже приличное число монет. Кстати на Twitter аккаунты подписываться не обязательно, просто необходимо перейти на них. И подведя итог, я хочу отметить, что сейчас фармят монеты NotCoin уже более 3 миллионов человек. Это число постоянно увеличивается. То есть ажиотаж бешеный. Будет интересно посмотреть, окажется ли NotCoin стоящей монетой или пустышкой. Но чтобы не жалеть сильно, можно и поучаствовать. Тем более это бесплатно. Все ссылки будут в описании к видео. Спасибо за внимание. Я надеюсь вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой Telegram канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok